Порядка 4,5 тысяч курских выпускников сдадут единый государственный экзамен в этом году. Сейчас 11-классники усиленно укладывают знания в головы, а родители тренируют нервную систему. Причин для беспокойства нет. В этом убедила на пресс-конференции председатель областного комитета образования и науки Екатерина Харченко. Также она рассказала о строительстве школ и детских садов в регионе. Серьезных изменений в проведении итоговой государственной аттестации и в самих заданиях пока нет. Основные новинки позволят ускорить проверку ученических работ. Печатать экзаменационные материалы и сканировать уже заполненные бланки будут прямо в пунктах проведения ЕГЭ. С каждым годом специалисты стараются все больше уходить от тестов, вводят новые формы заданий. Устная часть ЕГЭ – это как перспектива итоговой государственной аттестации, собеседование с экзаменатором. Уже в этом году девятиклассники будут в режиме апробации сдавать так называемое «говорение». А к 2020 году предполагается введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Проверить знания и потренировать слабые места можно на сайте Федерального института педагогических измерений – ФИПИ. Там есть все варианты возможных заданий. Также Екатерина Харченко поделилась планами по развитию сферы образования. В 2018-м в области появится 320 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. 134 из них для малышей до трех лет. Детские сады построят в Солнцевском и Курском районах на проспекте Дереглазова. 168 миллионов на эти цели выделил федеральный бюджет. Будут и новые школы. В 2018-м году мы планируем выкупить школу на проспекте Дереглазова, которая уже построена инвестором. Там тысячи мест будет создана. В этом году продолжается строительство в городе Железногорске и в Курске на проспекте Клыково. Это тоже тысячные школы.